Всем доброго трямса, друзья! В прошлой серии я закончил грант от страховой на госпитализацию, и теперь в нашей больничке есть свои палаты наблюдения. Но, как вы понимаете, это только начало нашего развития. Возможно, уже в этой серии мы с вами начнем заниматься отделением интенсивной терапии, а там и до хирургии уже будет недалеко. В общем, бери печеньки, наливай чайку и пошли посмотрим, кого мы еще там не дорезали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эту часть нам надо будет тоже немножечко развить и поставить сюда, наверное, еще какие-то, может быть, палаты наблюдения или еще что-то такое. В общем, все это дело нам с вами пригодится, вот эта вот площадь. Давайте мы сейчас для начала поставим здесь просто тупо фундамент, как-то так, да? Здесь у нас будет, соответственно, коридор, который будет через один коридор и через второй коридор можно будет попасть в отделение интенсивной терапии. Ну, а здесь будет у нас уже какие-то организационные постройки, типа ординаторской, типа комнаты отдыха и так далее. Также давайте мы займемся немножко, переделаем вот эту систему. Как вы видели, здесь у нас почему-то ребята сидят и ожидают. Это, наверное, неправильно. То есть пациенты у нас вместо того, чтобы сидеть вот здесь вот в зале ожидания, они у нас сидят вот в этом коридоре. Это совершенно не темно, поэтому давайте вот здесь вот мы сделаем коридорчик. Он связывает различные объекты нашего отделения между собой, но к пациентам особого отношения не имеет. Так, я думаю, что вот престиж к концу дня мы с вами... Задача для страховой компании была выполнена. Вылечите 30 пациентов в день в отделении неотложной помощи. И мы получаем государственный грант в размере 20 тысяч очень даже вовремя. Нам надо будет сделать, наверное, здесь какие-то палаты. Какие-то такие палаты. Давайте мы в любом случае здесь поставим как минимум одну стеночку. Вот такую, да. Это у нас будет коридорчик. Еще один коридор. Сразу же здесь можно настелить полы. Я просто не знаю, какие мы палаты будем располагать вот в этой части. Но при любом раскладе туда мы что-то будем ставить. Коридор нам будет нужен в любом случае. Также давайте сразу поставим сюда двойные двери. Кстати, есть ли разница направления этих дверей? По-моему, никакой разницы нету. Но тем не менее. Также, значит, нам надо будет поставить сюда вот здесь в ординаторской еще одну дверь. Какая? Вот эта дверь с окном. Так, я надеюсь, что... Да, вроде как все верно. Вот сюда. И, наверное, сестринскую тоже выход мы сделаем на эту сторону. Кстати, я вот здесь вот забыл полы совершенно сделать. Гринит и балбес. Ну, все как обычно. Главное, что еще с ними не ошибиться. Ошибся, естественно. Естественно, ошибся с цветом. Вот так. И я тут не расширил совершенно зону. Да? То есть, вот это пост медсестер. Надо его вот сюда вот расширить. А вот отсюда его надо наоборот убрать. Ну, как-то я торопился в прошлой серии. Господи, да почему всю-то? Какое? Алло. Вот ведь, блин, балбесио. Ладно, давай вот так заново назначим. Так, так-то подожди. Алло. Сестрички. Родные мои. А как посмотрели... Они что, взяли и уволились, что ли? Алешеньки. Что-то я не понял совершенно. И что? Так, подожди. Ты у нас где вообще обитаешь? Увольнять сотрудника не надо. Назначь сотрудника на рабочее место. Вот сюда, пожалуйста. Отлично. Все. Значит, ты у нас здесь работаешь. А вот ночной... Подожди, ночной медсестры у нас теперь нету, что ли? Да, нету. И откуда мне ее теперь взять? Как посмотреть вообще всех наших сотрудников? Так, нету рабочего места. Так, перейти. Да, ты у нас вроде как уже устроена. Но тут у нас еще, по-моему, в журнальчике должно быть... Ага, я взял и удалил весь журнальчик. Молодец. Ладно, с ночным отделением надо будет тоже, наверное, подумать, что-то решить. Посмотрим, что будет, собственно говоря, ночью. И вообще, что у нас сейчас будет с этим отделением? Потому что вроде как у нас теперь не хватает медсестры ночной. Сейчас посмотрим, кто на смену припрется вечером. И припрется ли вообще? Есть мнение, что может не припереться. День закончен. Одного мы товарища не обслужили. Но, видимо, она уже пришла в самом конце. И поэтому мы ее, к сожалению, не вылечили. То есть ее надо было на рентген отправить обязательно. Потому что у нее тут и сколиоз. Тут, короче, много всего возможного. Давайте мы назначим рентген. Также мы ее определим сразу к Майклу Ли. Пускай он ей занимается. Она на следующий день обязательно придет. И пускай ей займутся. Кстати, вот сюда, наверное, тоже надо сделать вход с другой стороны. Или не делать. Нет, давайте, давайте сделаем. В конце концов, дверка стоит не так уж и дорого. Вот так вот, пожалуйста. Чтоб можно было с обоих сторон туда заходить. К примеру, если наши вот эти вот лаборанты захотят отдохнуть в комнате отдыха, они могут пройти вот здесь. Вот, как это сейчас произошло. И так будет намного быстрее. Так, что у нас там по ночным-то? Да, пришел один, блин, доктор. Так, ты у нас дневной. Грусть, печаль, беда и разочарование. Ну и подождите, а куда, куда делись наши сотрудники? Объясните мне, пожалуйста. Так, это у нас дресс-код. Закрыть отделение нас не интересует совершенно. Дерево зависимости. Мы не наркоманы. Мать твою за ногу. И что делать? Вот, вот что делать? Где, где мне смотреть наших сотрудников? Страховые компании, отделение. Так, ну, походу, дело не здесь, да? Или здесь? Нет, нам здесь никак не посмотреть наших сотрудников, которые у нас наняты и вне смены сейчас находятся. Ух ты, ё. Оклады ни хрена ж себе, блин. Офигеть просто. Ценнички. Мы, короче, мы в дерьме. Мы в полном дерьме. Я тут радостно, довольно занимаюсь строительством, но всё плохо. Ладно, давайте наймём сюда другую сотрудницу. Ну, а чё ещё остаётся-то? Вот, в принципе, у нас тут старшая медсестра есть. Но её бы, наверное, наоборот на дневной. Потому что она офигенная. Надо, конечно, посмотреть, чё у неё. Блин, долгая дорога. Да что ж такое-то? Здесь молодой родитель. А, вот наш молодой родитель. Она взяла и уволилась, судя по всему. Печалька. Но, в любом случае, у нас теперь есть ночная медсестра. И мы можем продолжать заниматься дальше нашими делами. В общем, спокойненько ждём, как у нас проходит ночь. Я думаю, что мы сейчас с вами получим какие-то мощные гранты. В 12 часов ночи я, по крайней мере, найтен истинно надеюсь, да. И надо будет заниматься всё-таки интенсивной терапией. Ну что, да, грант мы получили. Задача выполнена. Достигните 80% престижа к концу дня в отделении неотложной помощи. Следующие два интерна будут отличными. Превосходно. Ну, вот этот вот мы, кстати, с вами не достигли. Достигните 70% престижа в конце дня. Не достигли мы его по той простой причине, что у нас в радиологии не всё так гладко. Кстати, а что у нас в радиологии-то не всё так гладко? Может, у нас там каких-то врачей нету? Чёрт его знает. Придётся как-то зарабатывать деньги именно на этом отделении, судя по всему. Потому что, ну, не хватит мне 20 тысяч на то, чтобы построить ещё одно новое отделение. Всё, утречко у нас наступило. И сейчас припрутся наши работники уже на смену. Всё, все припёрлись. И пойдут сейчас у нас денежки. Ну, в смысле, пойдут посетители, пациенты. Я надеюсь, что всё будет хорошо. Кстати, погодите секундочку. А у нас нанят вообще вот здесь вот сотрудник, да? Майкл Ли. А где он? Где, блин, Майкл Ли? Не, всё нормально. Все на местах, все ждут прихода пациентов. Есть ли тут, кстати, наш синдром хронической усталости? Это прям про меня. Так, стопроцентный. Но здесь есть два вообще-то скрытых симптома. Я надеюсь, что их сейчас выявят. Где наш тот пациент, которого мы в прошлый раз не починили? Походу, дело, ещё не пришла она. А пациенту стало хуже, так как проводилось лечение по неверному диагнозу. Ну-ка, ну-ка, накусь, выкусь. Ну, вот это она и есть, да. Так не то, чтобы проводилось лечение-то. Его просто не проводилось, её не вылечили. Что у нас с радиологией, давайте глянем. Сотрудник у нас здесь, в принципе. То есть он уже ждёт. Пожалуйста, приходите, лечитесь, как говорится. Вот она, похоже. Сейчас посмотрим, что ей скажут по результатам. Да, стопроцентный сколиоз. Стопроцентный сколиоз. Я надеюсь, что ей сейчас поставят правильный диагноз. Диагноз я даже ей уже определил. Сейчас она пойдёт к врачу. И я надеюсь, что всё будет хорошо. 320 баксов-то не лишнее. Упражнения ей прописали, в принципе. Да, мне тоже надо, наверное, упражнения. У меня тоже сколиоз. Работа на ютубе, она нифига не улучшает это положение вещей. Так, значит, что у нас по бабкам? По бабкам у нас всё печально, на самом деле. Потому что зарабатываем мы не так много, а клады в клинике очень большие. Итого у нас плюс 1700-1800 долларов. Ну, я надеюсь, там 3-4 тысячи баксов мы всё-таки с вами сделаем. Палаты... Блин, вот может быть ещё имеет смысл палаты сделать. Потому что, смотрите, у нас тут дофига народу-то. И денег они платят не так уж и мало. Я надеюсь, вас вылечили хотя бы. Бычий цепень. Твою мать, нифига себе. Бычий цепень – ленточный червь, обитающий в пищеварительной системе человека. Крупный рогатый скот является промежуточным носителем. Заражается от яиц, БЦ и фекалий человека. Употребление в пищу плохо прожаренной говядины может привести к заражению. Запомните, говяжьи шашлыки надо готовить хорошенько. Хотя, я лично говяжьи шашлыки вроде бы не ел никогда. Так, вот сюда можно поставить большую палату, ребят. Мне кажется, большую наблюдательную палату сюда можно вполне себе добавить. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, давайте мы так и поступим. Денег на неё, я думаю, что нам хватит. Значит, поставим там вот такие дверцы, только с красной полосочкой. Чтобы как вот здесь вот прямо было. Разместим их вот сюда. Дальше что? Вот это помещение надо сделать коридором. Вот так, чтобы это считалось у нас одним отделением. И сюда мы ставим, собственно, ставим сюда наблюдательную палату. Большую-большую наблюдательную палату. Ну, не знаю, насколько большую. Давайте вот так вот пока попробуем сделать. Знаете что? Наверное, дверь-то я не совсем правильно разместил. А дверцу можно переносить? Или нельзя? Удалить двери окна. Переместить, по-моему, их нельзя. Да, двери, к сожалению, перемещать нельзя. Но мне кажется, что надо было другие двери сюда ставить. Точнее, дверь-то такую ставить. А вот ставить её чуть в сторону. Ну, ладно, сейчас мы поглядим, посмотрим. Так, здесь, я надеюсь, войдёт у нас три кровати. Какие? Самые продвинутые или подешевшие? Разница есть такая очень ощутимая. Ну, ладно, это у нас будет эксклюзивная кровать, а вот это вот будет такая. Такая себе кровать, короче. Так, две клетки в промежутке. Слушайте, ну, наверное, три кровати здесь и не влезет. Давайте попробуем вот так вот через одну клетку поставить. Значит, три кроватки есть. Дальше, что нас тут интересует? Обязательно надо вот эту вот прикроватную панель, хотя она, в принципе, считается необязательной. Жёлтая это, по-моему, необязательная штукенция. Так, а чё мы? О, можем. Значит, сюда, сюда и сюда. Дальше, что нам надо? Свет нам надо будет поставить над кроватками. Вот так, вот так. И сюда тоже один, чтобы было светло и хорошо. Что у нас тут вообще есть? Передвижные мониторы, рабочие места. Так, 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 так. Ну, можно, в принципе, поставить так. Лабораторная раковина, это, наверное, нам сейчас прямо не надо. Это у нас монитор жизненных показателей. Отображает показатели жизненно важных функций пациентов, таких как частота сердечных сокращений. Ну, вообще-то, по идее, их надо ставить около каждой кровати, как мне кажется. Вот так вот давайте мы сделаем. Дальше прикроватные тумбочки где-то тут должны быть. Вот она, прикроватная тумбочка. Прикрепляется к кровати. Давайте под вот этим вот, собственно говоря, монитором показателей поставим эти прикроватные тумбочки. Раковину надо будет, наверное, поставить. Передвижное рабочее место. Передвижное рабочее место. Куда тебя запихать? Передвижное рабочее место. И я вот даже не знаю, столик такой нам нужен или не нужен там. Может быть и нужен. Шкаф с оборудованием. Шкаф с оборудованием. Давайте воткнем вот сюда. Маленький шкафчик. На него, кстати, мы можем поставить тот самый аудиометр. Дальше. Дозатор для дезинфекции. При входе поставим тоже. Анализатор. Видимо, нам надо будет поставить еще одну какую-то тумбочку. Дефибриллятор используется для восстановления сердечного ритма. Но его, по ходу дела, надо тоже на что-то крепить. То есть он у нас только на что-то кладется. Передвижной шкаф с оборудованием. Давайте, может быть, его воткнем куда-то вот сюда. Передвижной шкафчик этот. На него можно поставить дефибриллятор? А хрен там плавал. А зачем он тогда нужен? Гринитый балбес. Дожди, шкаф с оборудованием. Можно, наверное, их поставить вот так вот с правой стороны от кровати. Ага. Не, можно, смотрите. Можно, можно, можно. Значит, вот так вот мы их ставим. Сюда мы, значит... А тут есть настенный дефибриллятор. Да вы издеваетесь. Ну, окей. Давайте мы тогда поставим эти настенные дефибрилляторы. Вот так вот тоже с правой стороны от кровати. Что-то, по-моему, как-то мы потратились-то очень здорово. Вот этот анализатор давайте здесь у кроватки поставим. Хотя он, конечно, нужен, наверное, для всех. Ну, что делать? Урну можно будет разместить куда-нибудь, наверное, вот здесь. Вот, пускай прямо под дезинфектором стоит. И передвижное рабочее место мы поставим куда-нибудь. Да, в принципе, вот так вот можно его будет воткнуть, я думаю. Насколько нам нужна большая эта палата? Вот так вот две кровати. Значит, вот здесь вот мы должны поставить стеночку теоретически. А здесь мы прихреначим полочку. Какие у нас будут здесь стенки? Давайте глянем, посмотрим, какие они у нас здесь есть. Ага, здесь они у нас оранжевые, с оранжевой плиточкой. Вот это, да? Так, значит, досюда это у нас четыре получается. Пять. И отсюда еще четыре. Вот такая вот будет у нас палата с вами. С расчетом еще на три кровати, которые мы поставим сюда немножко позже. Дальше. По полам. Вот надо будет, наверное, вот такую же плиточку здесь положить. Я надеюсь, это правильная плиточка, да. Ну, даже если она будет отличаться, пускай палаты будут немного разными. Вот так, не шаблоны нас интересуют. Нас интересует... Нам надо убрать часть вот этой хреньки. Блин, да почему же она убирается-то сразу полностью? Алло. Как-то это не очень правильно. Во. Отсутствует оборудование. Какое оборудование там тебе отсутствует? Алло. Алешеньки. Больничная кровать. И современная боль... Вы что, охренели, что ли? То есть вам надо обязательно современную больничную кровать. Все остальное у меня здесь есть. Какого оборудования тебе не хватает, родное сердце? Ну, давай еще современную поставим сюда. Вот так вот. Хрень какая-то. Какая-то непонятная хренька. Не, я понимаю, что здесь у нас там света нет. У меня денег нет уже. Алло. Ну, и вы мне тоже можете подсказать, что же ему не нравится, почему он не воспринимает это больничной палатой. Какая-то непонятная хренопатия получается здесь. Вроде бы все, что надо, здесь у нас имеется. Но все время говорит, что что-то не то. Ага, подождите. Вот это вот, продвинутой МЖП, может быть, надо? Потому что... Ну, давайте к этим кроватям мы повесим их, конечно. Один хотя бы, да? Нет? Все равно не хватает оборудования. Да чтоб тебя! Да блин, МЖП стоит у них. Вот они. Вот они стоят. Все нормально. Что происходит? Может быть, ее надо строго с какой-то определенной... Да, его надо строго с определенной стороны ставить. Вот в чем дело. Короче, все дело в этом МЖП. Его надо ставить строго с правой стороны от... Да. С этой стороны я его не могу поставить. Вот так. Хорошо. Хорошо. Так, подожди. Дефибриллятор. Тебя мы тогда ставим с этой стороны, а вот эту хреньку мы ставим сюда. Все нормально. Все тебя устраивает теперь. А вот эту хрень, соответственно, надо поставить вот с этой стороны. Ну вот, блин, как это все запарно! Кто ж знал-то? Ну, окей. У нас теперь надо, наверное, будет нанять еще одного доктора. Но где ж его взять-то? Так, здесь у нас ребята уже... Зашиваются. Клиентов больше сильно не становится. Так, сложный диагноз. Подожди. А, ты уже ушел. А, так у тебя бычий цепень. Все нормально. Тебе все правильно поставили. Но я даже не заметил этого сложного диагноза. Потому что занимался этой долбанной палатой. Ребят, мне нужно много клиентов. Мы в минусе. Мы в жопе. Мы в дерьме. Так, подожди. А куда там кого... Тут у нас клиентус... Значит, у тебя ушиб голени, но возят тебя исключительно на каталке, потому что ты немощный. Немощный балбес. Но зато 300... Сколько там? 280 баксов. Ну, хоть как-то, хоть что-то. Так, и это мы еще ни хренашеньки не платили по счетам. Вообще, кстати, когда здесь осуществляется оплата зарплат работников? Вот в чем вопрос. Потому что мне лично это не совсем понятно. То есть иногда начисляют, иногда не начисляют. Фигня какая-то. Алло. Почему всего 31 человек к нам пришел? Так, и радиология, кстати, как была говно, так говном и осталось. Да, одна звезда. И поэтому мы, кстати, не получаем вот здесь вот престижа нужного. Возможно, что нам здесь просто надо перекрыть какую-то вот здесь вот стенку поставить. То есть им не нравится то, что здесь вот отделение-то все вот это считается отделением, как я понимаю. Так, ну-кась, ну-кась. В принципе, здесь все есть. Можно поставить здесь стеночку, потратить еще... Ничего мы не потратим, у меня денег нету. Ну, значит, ничего не потратим. Значит, будем ждать следующего дня и надеяться на чудо. Ага, в конце рабочего дня, короче, зарплату начисляют. Я понял, у меня минус 4800 баксов. Короче, мы в дерьме. И что-то я, видимо, разогнался, на самом деле, со всеми этими кабинетами. Слишком большие строил. И теперь мы можем не выбраться из этого говна. В общем, да, 5700 баксов. Откуда такой минус, кстати, я так и не понял. Не показывают тут конкретно. А, вот. Можно вот так вот посмотреть, да. Получается, 3200 оклад у нас по вот этому отделению и 490 по радиологии. И еще в стационаре отдельные оклады. Ну, отлично вообще. Причем, стационар у нас не покрывается, да. То есть, вот то, что мы получили с него и то, что мы на него потратили. Короче, жопец. Здесь плюс 915, здесь минус 491. Будем надеяться, что этот день у нас пройдет как-то немножко получше. Я хоть каких-то денег заработаю. Во всяком случае, вот эти 3 койки у нас уже полностью готовы для того, чтобы принимать пациентов. Но в то же время... Кстати, подождите. Мы можем взять кредит. Мы можем... Не люблю я эту тему, конечно. Но, тем не менее, мы можем взять кредит, да. В день по 200 надо будет отдавать, чтобы доделать просто вот эту палату. Да, давайте вот так вот двадцаточку возьмем. Доделаем вот эту палату, чтобы все наши койки уже были рабочими и могли принимать клиентов. Значит, прикроватные тумбочки. Прикроватные тумбочки у нас ставятся с этой стороны. Вообще, тут стрелочки есть. Я дебилушка просто. Надо было думать об этом заранее. Так. МГББ. Ну, давай вот эти дешевые купим. Потому что 1500 это условно дешевые. Ну, просто... Хотя здесь 1900. Ребят, разницы никакой нет. Все равно потом надо будет это все дело переделывать. Так. С этим, значит, мы разобрались. Что сюда еще надо делать? Вот в чем вопрос. Вроде бы здесь все, да? А, блин. Вроде бы нам не показывают, что еще что-то надо сделать. Так. Подожди. Вот с этой вот хренью есть у нас какая-то фигня. Тебя надо поставить вот сюда правее. А сюда правее ты не ставишься. А почему? А потому что здесь у нас стоит тоже дефибриллятор. Давай мы дефибриллятор вообще вот на эту сторону куда-нибудь поставим. Пускай вот с этой стороны. Там у нас более продвинутые койки. Значит, теперь мы ставим его сюда. И, значит, эти койки у нас полностью готовы принимать пациентов. Ну и мы тоже полностью готовы принимать бабло пациентов, естественно, на лечение. Да, извините. Да, мечтал я интенсивную терапию в этой серии открыть. Но, по ходу дела, экономика нам этого не позволяет. Интересно, будут ли какие-то сюрпрайзы, типа... Так. Подожди, а что вы делаете внутри вообще, господа? Что за дичь? Почему вы в регистратуру заходите вовнутрь? Между прочим, по-моему, это дело можно отрегулировать. По-моему, можно отрегулировать это дело и сделать, допустим, запретную зону для всех пациентов. Можно ли вот так вот сделать? Да, можно. Блин, я единственное, что боюсь... Будут ли они к регистратуре теперь подходить? Да, подходит, все работает. Но теперь вовнутрь они, во всяком случае, не шляются. Так. Посмотрим, что у нас принесет нам этот день. Бедная наша одна медсестра просто, наверное, зашивается. И один доктор тоже зашивается. Потому что клиентов-то здесь, пациентов много. Смотрите, у нас два здесь лежат. Так, у этого уши плодыжки. У этого чё? Чё там у тебя? А, подожди. Один уже... Один уже отъехал. Вот. Значит, тут у нас непонятное что-то происходит. Наблюдение. Вообще следующее. Ты идешь на рентген. Тебя надо отвезти на рентген, сделать тебе снимочек и понять, что же у тебя там реально происходит. А, и я же хотел точно. Я хотел вот здесь вот поставить стеночку, чтобы это отделение у нас было типа замкнутое. Потому что мне кажется, что им не сильно нравится, как тут всё это дело происходит. Как это всё выглядит. Им это, наверное, не сильно нравится. Давай вот так вот сделаем. И теперь это такое вот мини-отделение радиологии. Что у нас там сейчас получается? Видите, у нас пять звёзд по отделению неотложной хирургии. И в радиологии у нас одна звезда. Почему одна? Непонятно совершенно. Вроде бы работают хорошо. То есть всё замечательно здесь. Но, тем не менее, получают всего одну звезду. Может быть, ещё там какой-то декорчик. Но декорчик здесь у нас, в принципе, нормально. Сложно сказать, почему так. Главное, чтобы у нас бабла завезли побольше. Потому что... Ну, сейчас посмотрим, короче. У нас где-то там десятка была, да? Сейчас 13 тысяч. Ой-ой-ой. После взятия кредита у нас было 14 тысяч с вами. Вот мы потратились несколько, да? То есть вот на эти кровати, на всё остальное. Так, кстати, мне кажется, здесь у нас... Нет, смотрите, кладут, всё хорошо. Сухой кашель, бронхит. Ребят, ну а чё, в чём проблема-то? Рентген грудной клетки ему надо сделать. Наверное, нам надо ещё одну медсестру взять. Иначе одна может у нас тут вообще зашиться по полной программе. Может быть, имеет смысл ещё одну медсестричку взять. Тогда быстрее будем обслуживать. Хотя, с другой стороны, у нас свободная кровать ещё есть. 28 пациентов мы обслуживаем. Мало, слушай, мало пациентов мы обслуживаем. Надо больше. Надо намного больше. Так, у тебя чё там? Рентген тебе так и не сделали. Вот сейчас тебя только... А, и не повезут ещё, да? Да, нам определённо совершенно нужна ещё одна медсестра. Давай посмотрим. Дневная медсестра нам нужна обязательно. Ещё одна. Так, регистратор нет. Уход за пациентом, клиническая медсестра. Но тут надо опять потратиться. Блин, долгая дорога. Всё бы хорошо. Ну вот, на самом деле, вот эта вот медсестричка, с другой стороны... А, я не то нажал. Я поменял их просто. Ну вот эта медсестра, смотрите, старшая медсестра, я думаю, что она, конечно, денег много просит. Но, с другой стороны, она и работает, наверное, неплохо. Да, давайте мы её возьмём на позицию дневной медсестры и посмотрим. Будем надеяться, что это немножко нас ускорит. Что ты там сидишь за компьютером? У тебя, вон, там клиент ждёт тебя. Прямо ждёт-ждёт. Или нам ещё один рентгенолог нужен? Для того, чтобы, в принципе, да, куда везти того товарища, если у нас рентген закрыт. Ну, не закрыт, а занят. 29 человек. Слушай, как в прошлый день? Что за дичь? И радиология вообще ноль звёзд. Чё, что такое? Интересно, это, может быть, из-за ожидания так получается? Что вы вообще думаете по поводу всего? Удобно плюс, скучающий минус. Может им... Так, может быть, им там, я не знаю, телевизор поставить. Не смог высушить руки. А где ты мыл их? Почему ты не смог... А, угу. Возможно, что сюда имеет смысл поставить ещё одну сушилку. Тогда он будет лучшего мнения об этом отделении. Так, и днём тебя выгнали, да? Ну, кстати, мы всех вылечили. Мы всех сегодня... Или нет? Походу дела у нас там ещё один товарищ, да? Вот этот вот. Его наконец-то отвезли. Да. Интересно, его выгонят? Или на ночь оставят всё-таки в нашем заведении? Походу дела он остаётся на ночь в нашем заведении, ребята. Да, под наблюдением остаётся. Впервые у нас кто-то остался ночью. Нет, не остался. Заплатил 400 баксов и убежал домой. Меня это тоже, в принципе, вполне себе устраивает. Только зачем нам сейчас, получается, ночные медсёстры и ночные врачи, я не понимаю. Наверное, для того, чтобы заплатить денег им. Так, чё у нас здесь, значит? Мы за день заработали... О, смотрите, мы 3300 заработали на стационаре. В какой-то веке мы его окупили. И опять примерно то же самое. То есть минус 400 здесь и минус 900 здесь. А вот здесь вот мы на окладах очень здорово пролетели. Да уж, да уж. Добро пожаловать в новый день. И пока я монтировал вот эту часть серии, которую вы до этого смотрели, мне пришла такая мысль. Возможно, что вот в этих вот звёздочках учитываются не только показатели пациентов, а в том числе и показатели врачей, как они относятся к отделению. И тогда всё, в принципе, становится довольно-таки логичным. У нас здесь нет комнаты отдыха для наших врачей. Давайте мы сделаем всё это прозрачным, чтобы было видно, что и куда мы делаем. И вот здесь вот мы сделаем с вами новую комнату отдыха для наших дорогих россиян. Ну, в смысле, для наших дорогих докторов. Так, можно тут, в принципе, совсем маленькую её сделать, либо сделать её чуть побольше. Я вот не знаю, что вот в этом закутке делать. По идее, можно сделать вот так. Нет, стоп. Так, что я творю вообще? Вот так вот. Вот так вот сделать. Вот этот закуточек мы с вами отделим. Вот таким макаром. Дальше, соответственно, мы выбираем отделение радиологии. И сюда мы с вами ставим эту самую комнату отдыха. Вот это всё. И вот это у нас тоже комната отдыха. Блин, а, тут надо дверь поставить. Да-да-да-да-да-да-да. Без двери не хочет считать это комнаты отдыха. Окей, давайте поставим сюда дверцу. Сюда, сюда. И здесь давайте поставим двойные двери. Вот так. Так, соответственно, продлеваем сюда комнату отдыха. И давайте ей займёмся. Значит, что сюда нужно будет сделать? Ну, во-первых, нам надо поставить шкафчики. Вот сюда, допустим, да? Можно поставить вполне себе шкафчик. Комфортно и удобно. Здесь же мы поставим рак вину для наших ребят, чтобы можно было переодеться и помыть руки. С этим разобрались. Книжный шкаф обязательно. Что ещё? Ещё можно поставить сюда вот так вот холодильник. Поставить сюда стол вот так. И парочку модных стульев. Да, и в лифт ещё парочку, да. Что дальше? Диванчик. Ну, такая будет совсем маленькая. Но, по идее, у нас здесь и врачей-то не так много. И, по идее, их немного планируется. Шкаф с дверьми. Вот сюда воткнём. И сверху поставим им кофемашину. Ну, уже, по-моему, не так уж и плохо. Ну, и полы надо обязательно тоже настелить. Значит, везде здесь стелим вот такие деревянные полы. Всё ли тут у нас имеется? Телевизор ещё желательно, наверное. Ну, не обязательно. Желательно, но не обязательно. Блин, а его тут некуда впихнуть. Поэтому, блин, ну, можно, конечно, на стол поставить. Но это, по-моему, плохая идея будет. Всего ли тут хватает, деточки мои? Ну, в принципе, в принципе, как бы всего. Единственное, что надо здесь коридор назначить. Четыре клетки. Вот так вот это у нас коридорчик пойдёт. Ну, теперь здесь есть комната отдыха. Здесь есть у нас коридор уборная. И, главное, рентген-кабинет. Может быть, вот если сейчас у него повысится, реально повысится звёздность, так сказать, то я окажусь прав. Да. Звёздность повысилась, ребят. Звёздность повысилась, действительно. Учитывается ещё и рейтинг среди врачей этого отделения. Поэтому есть шанс, что мы получим вот эти 70% престижа в конце дня. Главное, не отъехать за долги. С этим тоже есть некоторая проблемка. Так, в стационаре у нас клиентов пока ещё нету. Ни одного туда не отправили из кабинетов. Ребята, ну, давайте кто-нибудь, кто-нибудь, давайте с каким-нибудь острым заболеванием, чтобы мне прямо бабла с вас срубить побольше. Я понимаю, что мы за здоровье, за все дела, но во, во, двое уже валяются у нас в стационаре. Ты у нас с чем вообще тут лежишь? С ушибом кисти. И хрен ли за тобой наблюдать? Вот объясни мне, пожалуйста. Чё мне за тобой наблюдать? Так всё должно быть хорошо. Ой, где же наша интенсивная терапия? Хрен там плавал, да? Кстати, подожди, а вот эта вот штука нам, по-моему, здесь не нужна, да? Давай мы её лучше повесим вот сюда. А то она тут на стене вообще ни к селу, ни к городу. Непонятно, для чего она там существует. Ну что, ребят, я не знаю, вообще, выплывем мы или не выплывем. Очень надеюсь, что у нас это всё получится. Если мы престиж поднимем, то, скорее всего, опаньки. Так, согласно проведённым... Я уже прощаться хотел, а тут вот такая вот лажа выплывает. Согласно проведённому обследованию, у пациента не может быть выбранного диагноза. Так, тулеремия, вирусный тензелит. Да вы чё, долбанулись, что ли? Девять скрытых симптомов, а куда тебя можно отправить-то? Так, боль в горле, болезненные лимфоузлы. Сейчас у нас идёт опрос пациента. Значит, измерение температуры понятно, обследование уха. Так, давайте вот назначим ларингоскопию, наверное. Вставляется через нос, двигается, обследует гортань, горло, голосовые связки. И, наверное, вот давайте вот это вот дальше. Обследование полости рта и дифференциальный диагноз. Вот так вот мы с вами поступим. Да, смотрите, симптомов становится как бы меньше скрытых. Я надеюсь, что сейчас ему поставят правильный диагноз. То она, мягко говоря, не сильно довольна всем, что происходит. А грязный пол, блин! Какой кошемар! Так, почему я не могу выставить другой диагноз? Я, в принципе, уже считаю, что всё правильно. Ну-ка, давай на паузу поставим. Давай мы тебя, во-первых, определим. Да вроде бы хороший доктор-то. Почему нельзя вирусный тензелит поставить? Вот микробиологический посев, наверное, можно сделать, да? Лабораторный посев конкретного образца, полученного от пациента с целью определения наличия и вида бактерий. Да, я думаю, что сейчас ему, ей точнее, всё это сделают. И назначат уже правильный диагноз. Ну, а мы с вами будем прощаться. Если вам нравится видео по Project Hospital, обязательно ставьте лайкосик. Поддержите, пожалуйста, мой канал на Ютубе. Пускай он продвинется чуть-чуть повыше. Для вас это несложно, а мне будет очень и очень приятно. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока.